Два года в женской консультации в Ноябрьской работает кабинет кризисной беременности. Кстати, единственный на Ямале. Правда, до сих пор не все будущие мамы знают, для чего он необходим и какую помощь здесь могут оказать. Подробности в следующем материале выпуска. Пытаемся сделать вдох до самого кончика легких. И максимально глубокий и медленный выдох. Во! Еще разочек вот так красиво. Замечательно! Такой тип дыхания своего рода обезболивающее. Женщины концентрируются на нем и схватки становятся менее болезненными. Инструктирует будущих мам психолог Надежда Фисенко. Школа беременной – основное, но не единственное направление в работе кабинета кризисной беременности. Это цикл из 15 занятий, каждая отдельной тематики. Название этого урока – как правильно и адекватно вести себя во время родов. Существуют такие исследования, которые говорят, чем женщина, скажем, больше владеет собой во время родов, тем благополучнее проходят у нее роды. Тем здоровее ребеночек, уже там здоровее ребенка, измеряется в баллах. Тем больше баллов ставится ребеночку. Любовь Рашевская в женскую консультацию пришла с мужем. Кстати, мужчины здесь не лишние. Знающие люди говорят, будущие папы волнуются и переживают не меньше своих жен. И часто их тоже необходимо успокаивать. В психологии даже существует термин – беременный папа. Хотя вот Денис Рашевский уверяет, у него все под контролем. И к появлению малышки он уже готов. В том числе и психологически. Я как-то более спокойный. Я знаю, что у нас все будет в порядке, что будет хорошо. И я возьму ее на руки, свою девочку, первую. Все, есть тревожный чемоданчик. Она пока будет лежать в роддоме, я куплю и коляску, и кроватку, и все дела. Будем выбираться с родителями. Такие занятия для женщин, которые впервые собираются стать мамой, своего рода курс молодого бойца. Пройдя его, они будут знать и понимать все, что происходит с ними в такой ответственный и важный момент. Игнорировать школу беременной не стоит и мамам, отправившимся за вторым и последующими детьми, говорит Надежда Фисенко. Женщине кажется, что когда она идет в роды, или когда она ходит беременная с последующим ребенком, она уже все знает. Но на самом деле она еще больше боится этих родов, потому что этот страх уже не направлен. А что будет, направлен на то, чтобы с ребенком было хорошо, чтобы все было замечательно. В кабинете кризисной беременности проводятся не только групповые лекции, но и индивидуальные консультации. Сюда со своими тревогами, страхами, либо просто с вопросами можно приходить во время беременности, на этапе ее планирования и в течение года после родов любой женщине. Ведь положительный психологический настрой важен всегда. Ко мне ходила супружеская пара, с анализами все замечательно, все хорошо, подготовка на ЭКО, первые два ЭКО достаточно, то есть первые два ЭКО неудачные. И мы какое-то время работали с этой супружеской парой по поводу готовности к родительству. Через какое-то время эта супружеская пара приходит и со самыми счастливыми глазами сообщает о том, что без всякого ЭКО у них тройня. Ольга Попова, Анатолий Присич, новости нашего города. В кабинете кризисной беременности также можно получить бесплатную консультацию юриста и задать интересующие вопросы служителю православной церкви. Располагается он в женской консультации в кабинете номер 6, телефон 4216-54. Информацию о работе кабинета можно посмотреть и на сайте Ноябрьской городской больницы. Субтитры создавал DimaTorzok